В сегодняшнем видео я расскажу вам о трех ошибках в стиле, которые никто не замечает и совершает каждой. Даже некоторые из самых лучших одетых мужчин, которые делают это снова и снова. А это может стоить вам очень дорого. Что это? Сейчас мы это узнаем. Первая ошибка в стиле, почему никто не спрашивает, сколько вы потратили денег на одежду? Вы не знаете, как ее стирать. Я знаю, что вы стираете ее, но вы не знаете, как делать это правильно. Позвольте объяснить. Для начала вы перестирываете большинство своей одежды. Просто потому, что вы надели ее раз, может быть на час или на два, и она стала грязной? Или вы оставили пятно? Вы можете простирнуть это на руках и не закидывать в машинку. Вы повреждаете свою одежду каждый раз, когда запускаете машинку. Потому что трение – это основа процесса стирки. Вы можете достираться до того, что вещи развалятся на тряпке, потом придется выпросить. Я знаю, что большинство из вас даже не слышали, что на одежде есть ярлычок, где описано, как за ней ухаживать, не говоря уже о том, чтобы ее прочитать и следовать инструкции. Но когда там написано «деликатная стирка», «стирать со светлыми вещами», «в холодной воде», и вы стираете вещи в горячей воде, в постоянно забитой машинке, с вещами, которые не рассчитаны для совместной стирки. Из-за центрифуги вещи трутся друг от друга и могут повредиться. Еще вы увидите на ярлычке символы. Прямо на экране вы увидите, что они значат. Друзья, вы должны понимать их. Если нет, то всегда можно воспользоваться гуглом. Последуя символам, вы не повредите свои вещи. Итак, что если нет ярлычка? Что делать? Нужно взять вещь в руки и определить, из чего она сделана. Итак, у нас есть вещи из синтетических материалов. Хлопка, льна, шерсти и шелка. Шелковую одежду лучше отдать в прачечную. С шелком нужно быть очень аккуратным. Особенно, когда он намокает. Шерсть, шерсть вы можете стирать дома. Но нужно понимать, когда шерсть намокает, она растягивается на 30%. Это означает, если вы стираете ее неделикатной или ручной стиркой, то она может потерять свою форму или сесть. Что касается мужской одежды, сделанной из льна, хлопка и синтетических материалов, с ними можно быть немного погрубее. Я говорю о нижнем белье, носках, нательных майках, рубашках, спортивной одежде. Если вы стираете вещи одного цвета, вы можете использовать теплую воду. Но я предпочитаю холодную в большинстве ситуаций. Теперь поговорим о порошках. И большинство из вас используют слишком много моющих средств. Или используете те, которые вредят вашей одежде. А иногда все вместе. Позвольте объяснить, как работают моющие средства. Представьте, что это поверхностно-активное вещество. Это молекула порошка, которая с одной стороны связана с водой, с другой стороны, участок для связи с определенной молекулой грязи, жира и прочее. Среди моющих средств большое разнообразие ПАВ. Некоторые из них, проникая в ткань, захватывают не то, что нужно и наносят вред. Или вы перебарщиваете, и они цепляют то, что под молекулу попадется. И поэтому вещи выцветают. И каково решение? Ну, можно стирать реже, отдельно застирывать пятна и использовать меньше порошков. Вторая ошибка, почему никто не обсуждает, сколько вы потратили денег на одежду, вы не знаете, как сушить свою одежду. Вы просто закидываете ее в сушилку и зажариваете. Да, вы пересуживаете большинство своей одежды высокой температурой и излишней продолжительностью. Поговорим о жаре. Высокая температура вредит большинству вашей одежды. Ведь что происходит? Если пятно не отстиралось, то оно под температурой закрепится. Прежде чем положить вещи в сушилку, убедитесь, что на них нет пятен. Теперь поговорим о жаре и уменьшении размеров. Поймите, любой предмет одежды, который вы закинете в сушилку, отреагирует по-своему. А шерсть или шелк даже не думайте класть в сушилку. Они точно сядут в невероятной степени. Что касается одежды, сделанной из льна, хлопка и синтетики, как я говорил, они менее требовательны. Но опять же, не пережарьте. Я наблюдал, как синтетические шорты сели так, что никогда не примут оригинальную форму. Или как воротник был похож на гармошку. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, достать свои вещи, пока они влажные, и прогладить утюгом. В некоторых случаях жара и усадка идут на пользу. Моя любимая футболка была освободна в шее. Я закинул ее в сушилку, и после она стала мне по размеру. Нательное белье растянулось. Закиньте его в сушилку, и будет сидеть лучше. Я хотел бы сказать о воздушной сушке. Я понимаю, это занимает больше места и времени, но, друзья, это лучше для природы. Тратите меньше энергии. И это лучше для вашей одежды. Обрешив ткани, откуда вы думаете, они приходят? Друзья, это ваша одежда и материал понемногу отщепляется. И это нехорошо для вашей одежды. Итак, если вы не будете сушить вещи в сушилке, они прослужат вам гораздо дольше. Что касается шерстяной трикотажной одежды, она требует воздушной сушки. Не засовывайте ее в сушилку. Что вам нужно делать? Просто постелить полотенце, затем положить сверху одежду, что нигде нет натяжения. Иначе она потеряет свою форму. Третья ошибка, которую совершают стильно одевающиеся мужчины, которые стоят им больших денег, они неправильно поддерживают свою одежду. Это требует работы, это требует затрат. И пока это вам не причинит боль, вы об этом не задумаетесь. Вам не будет до этого дела, пока вы не обнаружите на своем любимом шерстяном свитере дырку от Молли. Вам нужно заботиться о шерстяной одежде. Итак, что вам нужно сделать перед тем, как вы уберете ее на лето? Отдайте на профессиональную чистку. Да, химикаты вредят одежде, но это стоит того, чтобы убить все их яйца. И когда вы уберете вещи, убедитесь, что они плотно упакованы. Чтобы бороться с молью, положите лаванду или другие натуральные травы. Вам нужно быть уверенным, что вы не достанете дырявый свитер и не испытаете те болезненные чувства, которые я испытал несколько лет назад. Далее поговорим о вашей обуви. Вы используете деревянные вставки. Так много парней, которые тратят по 300, 400, 500, 1000 долларов за пару обуви и не используют деревянные вставки. Друзья, они помогут не только поддерживать форму, но и соберут лишнюю влагу. Они прекрасно выполняют свою работу. Будьте уверены, когда вы наденете обувь, она будет выглядеть великолепно. Теперь поговорим о торчащих нитках. Вы знаете, о чем я говорю. Будь то спортивная одежда, рубашка или любимая футболка. И эти торчащие нитки просто сводят с ума. Понимаете, одежда сделана из нитей. И если вы позволите ниткам торчать, то это начало порчи одежды. Вы не сможете ее носить. Могут появиться большие дыры. И как это исправить? Ну, просто взять нитку и засунуть ее вовнутрь. Но это может оказаться слишком сложно для большинства из вас. Вот быстрый лайфхак. Все, что нужно сделать, это взять суперклей и нанести капельку туда, откуда выходит нитка. Да, этот лайфхак полезен в области, которая не видна глазу. Хоть это и не лучший способ, но многим из вас он поможет. Ну ладно, друзья. Если вы хотите больше, у меня есть электронная книга. Ссылка в описании. Мужское руководство по стирке. Да, эта книга в деталях рассказывает обо всем, про что я рассказал в этом видео. Ведь в этом лажают самые стильные люди. Они не знают, как стирать и ухаживать за своими вещами. И это печально. На этом все. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.